Ту-214 Российские линзы, российская бортовая цифровая вычислительная машина Экипаж самолета 5 человек Здесь нужно знать определенные принципы выдерживания всех режимов Управляется самолет вот этим вот штурвалом Но по сути дела это такой большой джойстик На самолете установлена электродистанционная система управления Это рычаги управления двигателем Но вся индикация по полету выводится на вот эти вот цветные дисплеи Что касается особых способов управления такой машиной То выдерживать все показания приборов нужно буквально по нулям От начала режима сканирования местности Как и положено большому воздушному кораблю У Ту-214ОН две палубы Первая пассажирская, где располагаются операторы и эксперты И вторая грузовая, на самом деле основная Именно здесь расположена та самая знаменитая цифровая камера Которая продолжает восхищаться и удивляться зарубежные эксперты Разрешение в режиме сканирования 30 сантиметров Ну а вот здесь вот за переборкой Расположена бортовая цифровая вычислительная машина Которая собственно и обрабатывает приходящий с камеры сигнал Обработать видео в реальном времени требуются огромные вычислительные мощности Всеми этими мощностями этот самолет обладает Ну а самое главное это продолжительность полета С полной заправкой топливом 35 тонн Он может находиться в воздухе до 10 часов Так что Ту-214ОН это действительно прорыв И очень большая неожиданность для всех экспертов Которые приехали познакомиться с этой машиной Ту-214ОН является новой машиной для наблюдения в рамках договора об открытом небе Договор об открытом небе это договор взаимного доверия и контроля Над вооружениями стран потенциальных противников Главной его целью стоит наблюдение за определенными областями По концентрации техники развертывания военных инженерных сооружений И другой интересующей противоположную сторону информации Ту-214ОН является более современной машиной Которая имеет во-первых цифровой борт Современное оборудование Которое позволяет более четко и более комплексно производить обследование местности В связи с тем, что это оборудование должно сертифицироваться противоположной стороной Америка в прошлом году встала в позу Что данный самолет является следствием комплексной разведки Что само по себе полный нонсенс Потому что аппаратура установлена на самолете Инспектируется той же американской стороной И также американские наблюдатели Мы рассматриваем полет над США Проводят совместно с нашим экипажем Наблюдать за теми данными, которые собирает эта машина Здесь уже работает цифровая аппаратура Которая позволяет более комплексно проводить обследование местности Синтезированные данные радиолокационные, инфракрасные и оптические Объединяются в некий единый пакет Который позволяет провести более точный анализ местности Информацию мы получим более качественную и более точную Она уже будет более точно привязываться к географическим координатам Будет более точно, грубо говоря, совпадать радиолокационные изображения С оптическим изображением То есть она будет более информативной Вот так вот, больший объем будет иметь Продолжение следует...